Значит, сначала я хочу ответить вот тут некоторые глупости. Женщинам рожать семь детей. Да, я боюсь это слышал. Это только мужик может такую глупость говорить. Женщине сколько рожать. Вы неправда, я бы с удовольствием родила, если бы вы мужского захотите. Слава, слава. Мужчины почему-то тройки, вы жители за глупость. Извините, извините. Второе, нет суверенитета. Какие черты суверенитета? Минуточку, давайте не будем вступать в полемику. Говорите по сути. Нет, и коротко по космосу. У меня тоже космическая программа есть. Космос далеко умнее нас, чтобы воевать против него. Это глупости все. Значит, конкретно. Отвечаю конкретно. Коллеги, минуты. Значит, резолюция по Украине отличная. Резолюция по Путину хорошая, с добавлением. Одну третью я не читал, не смог. Значит, если вдаваться в нашу летопись, не историю, а летопись нашу. После убийства Святослава, Русь ушла в раздор. После убийства Павла англичанами, Русь ушла в раздор. После убийства Сталина в 1953 году, мы снова получили придурка Хрущева. После Путина, если Путин, у нас две проблемы сегодня стоят. Это Путин и проблема питания, которую нам разрушили. Сталинскую проблему питания, которая нас спасла всех. Значит, если Путина уберут, будет опять очередной раздор. Этого допустить нельзя, хотя к Путину можно относиться по-разному. И я отношусь по-разному к нему. Это первый вопрос. Значит, поэтому я ответил вам, Владимир Петрович, что надо... Теперь начинаю программу. Начинаю с позитива. У нас мощный, мощнейший менталитет. Вот он на нашей стороне. Два условия на нашей стороне. Это менталитет наш. И совокупность законов философии экономики, которые третьих путей не имеют. Ну, поэтому я коротко беру это все в пример, раз мне мало времени. Значит, следующая программа из моей философии. Вот она, моя философия. Коротко, что надо делать. Значит, моя программа, мне говорят, надо власть сначала взять. А как власть взять? Власть так просто не отдадут. Либо революции, лимит на которой исчерпан. Либо искать совести у этой власти. Это первое. Второе. В чем заключается программа? Голосовать только за тех депутатов везде, повсеместно, которые выступают вот по этой программе. Первое. Это унитарность государства. Никакой федерации нет. У Ленина есть две работы. Это письмо Карман небольшое, а с каких-то свободок дурацких. И государство революция. Все остальное можно не читать у Владимира Ильича. Так вот, подвесил нам Владимир Ильич вот эту федерацию. И мы мучаемся с этой миной вот уже. Значит, немедленно отменить всю федерацию. Но в Украине федерацию там тоже не дураки сидят. Они не допустят федерации, потому что там проголосуют тут же за вхождение в Россию. Второе. Выборы по моей формуле. Вся страна, Советский Союз разбита на 3 тысячи округов по 100 тысяч жителей. Собянин, в Питере сидят свадебные генералы. При них армия чиновников. У меня 3 тысячи округов, 3 тысячи депутатов. И при них мало исполкован. 10 по 10 человек. Все. Государственная дума, Совет Федерации, Общественная палата, Конституционный суд, Институт президентства. Раковые совершенно ненужные. Когда Сталину предложили стать президентом перед Тегераном, он отказался. И сидел среди этих двух дураков. Никем. Он был никто, депутат и глава партии. И только позже в Ялте или под зданиях нет, он выбрал себе исполнительный орган, Совет Министров. Кто в государстве не разбирается, тот ни в чем не разбирается. Это цитата Ленина из государства революции. И подвесил нам глупость. Следующий главный пункт. Полное равноправие должно быть. Это нож острый для всех паразитов. И мне постоянно говорят, ты не прав. Не может быть полного равноправия. В природе его нету. Да, нету. Но человек отличается от природы тем, что у него не только инстинкт, у него разум есть. Следующий пункт. Только созидательный труд. Никаких артистов, спортсменов. Что это за идиотизм? В «Зените» в «Спартаке» играют негры за большие деньги. И прочее. Коротко сказать. Значит, только созидательный труд. Плюс врачи, учителя, наука, солдаты. Всех четырех структур наших в мире. Все. Больше никого не должно быть в этом. Ну, часть управленца там может быть. Так. Совет министров или Госплан. Значит, государство и общество. Это синонимы диктатуры. Нигде и никаком государстве ни демократии, ни свобод нет. Это обман. Значит, государство может быть... Синоним диктатуры может быть двух видов. Либо лавочных видов, либо трудящих. Товарищ выступал, говорит, там какая-то госсобственность. Да нету третьих путей. Еще раз подчеркиваю. Есть путь. Либо к социализму. Недавно англичане удивились. Засунули в компьютер и получили. Через 30 лет все будут в социализме. А что тут только... Только идиот может это говорить, что социализма не будет. Ну и решение всех прочих времен. Закончилось, да. Ну что, победить? Да, да. А я бы сказать, самое первое. Так, уважаемые коллеги, у нас останутся 20 минут. В международном плане, кстати, я хочу записывать. Минуточку, секунду, секунду. В международном плане. ООН надо разделить на две части. Как Сталин ликвидировал лилию нации и этот комминтерн. Он правильно сделал эту болтовню. На западной ООН и на восточной. Вот там посмотрим. Как-то и поэта говорит о... Не надо воевать. Как-то и поэта наши говорили. Тетча, там железом и кровью, а здесь словом и любовью. И как Пушкин, кривитникам России, пожалуйста, везде надо.